Для работы с Google Apps лучше использовать браузер Google Chrome. Для того, чтобы войти в нашу почту, необходимо в строке поиска этого браузера ввести название gmail.com. И вам будет предложено ввести имя пользователя, адрес вашей электронной почты, состоящий из имени пользователя и расширения 4K.ru и пароля, который у меня уже введен и запомнен. Если вы работаете на вашем персональном компьютере, то пароль можно запомнить и он будет у вас всегда наготове. Вход будет осуществляться практически автоматически. После того, как мы вошли в почту, мы сразу увидим три письма от команды Google Apps, от коллектива Gmail и еще один от коллектива Gmail. Один из них про мобильные устройства, а второй про работу с новыми входящими письмами. Желательно ознакомиться со всеми этими тремя письмами. После того, как вы ознакомитесь, мы поставим прямоугольнички в колочке и сохраним их. Каждому пользователю Google Apps выделяет 30 гигабайт памяти в облачном хранилище. Для того, чтобы написать письмо, вы нажимаете «Написать», пишите адрес, тему и «Отправить». С этим все понятно. Здесь наверху будет написано название вашего аккаунта, то есть адрес электронной почты и сеточка с квадратами, которые позволяют раскрыть сервисы Google. Первое – это поисковая система поисковик Google, который всем известен. Второе – это почта, в которой мы только что были. Третье – это диск Google. Вот, собственно, самое главное, наверное, что здесь есть. Мы можем создать документ текстовый, можем создать презентацию без всяких PowerPoint. Можем создать таблицу без всяких Excel. Можем создать форму и можем создать рисунок. Кроме того, здесь для домена школы установлено сейчас редактор LucidChat для рисования диаграмм. И Smartsheet – это новый сервис, с которым будем учиться работать. Попробуем, например, создать презентацию. Если вы что-то делали в PowerPoint, то очень похоже все. Выберем какую-то тему для того, чтобы все слайды у нас были однотипные. Ну, вот здесь заголовок будет огромный. Добавим еще один слайд. Давайте второй тоже сделаем в Google Apps. Вот. Куб быстро применять ко всем слайдам воспроизведения. И у нас вот так будет вращаться. Первый слайд. Второй слайд. Закрыть. Так делаются презентации. Закрыть. Второй слайд. Попробуем? Продолжение следует...